Читали вы или нет, но, в общем, ветхозаветнее благословение Господне, оно, собственно, выражается во Второзаконии 7.13, там про размножение идет. Он умножает, ну, Господь с праведником умножает скот, умножает землю, умножает хлеб, плоды, в общем, все умножает. А новозаветнее благословение, оно называется духовное благословение. И оно описано у апостола Павла, плоды вот этого духовного благословения. Как я понимаю, в первую очередь это прощение греха первородного, но вопрос еще в том состоит, включает ли в себя благословение духовное ветхозаветнее, или это два разных благословения. От одного и того же Бога, от роста человека. Вы вчера этот вопрос обсуждали, он уже у вас выставлен. Подробно выставлен, посмотрите, с указанием мест, святых отцов, кто что говорил, я тут еще уже не могу добавить. Там он разговаривал как с детьми, и поэтому и благословения выражались в плотском виде, как бы. А в Новом Завете совершенно другое. Человек, который получает новое рождение. Таких поклонников в духе истины. А там было не в истине, а в образах. И поэтому благословения несравненно больше. Там дети, а тут обращенное. Павел говорит, я родил Анисима в вузах, в тюрьме. Я родил. Много у вас, говорит, наставников, но отцов немного. А там Авраам родил Исаака. Исаак родил Якова. Яков 12 сыновей. А здесь по порядку. Ученики, которые родились духовно от своего наставника, они теперь размножают проповедь и обращаются сразу. Три тысячи. Три тысячи детей Соломон не родил. А есть такие жития святых, Ирина. Через нее 50 тысяч родилось. Какой пункт не возьми ветхозаветнего благословения. В Новом он недосягаемо высокий. Люди смиряли свою плоть. Сколько людей, которые оставались одни, как апостол Павел. Служил Богу один. Женаты заботятся о мирском. Вот в ветхозавете они заботились о мирском. А в Новом завете, как угодить Господу. Там о том, чтобы остаться без жены, ни Иов, ни патриархи, никто даже не помышлял, ни Моисей. А в Новом завете столько людей, которые девы, юные. Как вот мы поминаем, Феврония. Такие, которые, как Варвара, великомученица Екатерина. Ей жениха искала мать, христианка. А она в языческом институте училась. И она матери наконец сказала, я выйду замуж только за того, кто красивее меня, знатнее меня, и грамотнее меня, и богаче меня. Вот такого найти нигде. Находят царского достоинства, князья. Грамоти той нету. А она имела, видимо, несколько высших образований. Что она как опровергала язычников. И, наконец, она сказала своему пресвитеру. А пресвитер говорит, приведи ее ко мне. Когда она пришла, он говорит, ты говорила, чтобы богатый был жених. Я знаю жениха, в сравнении с твоим у тебя только одна куча грязи. И красота твоя ничто поблегшая. И знатность твоя никакого значения не имеет в сравнении с его. Кто такой? А он мне подает икону Иисуса Христа. И она когда взвинула на нее, а он на иконе лицо отворотил от нее. Ну, а дальше она обратилась. И теперь уже она и невеста Христова. Вот как. В Ветхом Завете ничего такого не было. Но они были благословены. Были дети, не были. Благословения это все было. Одержали победу. Семь наций уничтожили. Бог дал им землю. Ну, как ни говори, это кровь. Из-за того, что много крови пролил Давид, не разрешил Бог им устроить храм. А в Новом Завете храм. Храм вы. Храм Бога Живого. Вот этот храм устрояй. Не оскверняй. Сделай, чтобы это был храм, а не доменная печь Череповецкого комбината. Килограмм пятьдесят семьдесят лишнего веса. И об этом тоже говорится. Израиль утучнел, растолстел, ожирел. Вот тоже благословение. Все на этом. Спаси Христос. Слава Иисусу. Будьте благословены Господом. Так, никого больше нет. Отхожу. 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 Отхожу.